Всем привет-привет! Сегодня мы едем в Казахстан. Не прошла неделя после нашей поездки с Владивостока. Сейчас у нас 26 августа, а видео все выходят по зданиям. В Казахстан мы едем, потому что у нас папа с Матвеем уехали туда буквально через два дня после нашего приезда. Сейчас мне нужно будет поехать забрать в Матвея, потому что начинается школа. В этом году дети у нас будут учиться очно. В том году мы учились на семейном обучении, если кто не видел наше предыдущее видео, где я об этом говорила. В этом году мы решили их отправить в школу. В планах и Платон скоро пойдет у нас в садик. Путешествия на такие дальние расстояния, конечно, посреди учебного года у нас, возможно, таких и не будет. Но будут какие-то такие ближайшие маршруты. Так что канал мы не закрываем. Путешествовать будем продолжать и дальше. Всем, кто еще не подписан на наш канал, обязательно подписывайтесь. Подписывайтесь на все наши соцсети. Все ссылочки будут в описании. Будем мы проезжать Кустанай. Мы будем заезжать в город. Хотела бы немного походить по магазинам. Посмотреть, может, что-то из одежды там есть. Потому что сейчас по нынешнему курсу получается выгоднее сделать покупки в Казахстане. Все, погнали! В Челябинске лето продолжается. Даже как-то удивительно. Обычно ближе к первому сентября всегда холодает. Дети в школу идут в куртках, уже в шапках. Но в этом году немного исключения. В Казахстане мы будем где-то недельку. Вернемся к первых числах сентября. Первого сентября выпадает в четверг. Линейки у нас не будет. Ну и в пятницу мы еще решили прогулять. Из-за одного дня приехать раньше как-то не особо хочется. В школе уже сказали, предупредили, что нас не будет. Потом не знаем, когда у нас получится приехать. Ого, как Челябинск дымит! Ужас! Все черным-черно! Так вот эти дни нас только и травили. Потому что такие запахи были, выбросов. Просто дышать нечем было. На улицу выйти невозможно. Вот оно и заметно. Вся вот эта белина ходила. Да, сейчас еще все надымят. И вообще будет вон. Вот чернота какая идет. Кто только недавно смотрит наше видео, хотела бы рассказать вам, что мы родом сами из Казахстана. В Челябинске живем пять лет. Часто ездим на родину, потому что находится совсем рядом от Челябинска 700 километров. Там у меня живут родные. Поэтому мы там часто бываем. Кому интересно, можете задавать вопросы какие-то. Если не в комментариях, так можете писать в личку. Многие планируют съездить в Казахстан, посмотреть страну. Спрашивают, допустим, где заправляться, какую сим-карту лучше брать. Но предпочтительнее, наверное, Телитва. Будет очень хорошо интернет ловить. Потому что Билайн, он не везде хорошо ловит. Заправляться на заправках, но мы в основном заправляемся на Казойл. В нашем регионе в основном эти ЭЗСки. Допустим, ездили мы в сторону Алматы, мы даже Газпром встретили там. Ну и желательно на трассе иметь полный бак бензина. Увидели заправку, заправляйтесь. Потому что если расстояние будет между населенными пунктами большое, есть факт вероятности, что ЗЭСки не будет. По поводу того, что работает, не работает карта МИР. Очень много об этом уже писали. Кто-то пишет, что снимает деньги. У нас в июле, в июне, в мае, в месяце у нас этого не получилось сделать. Сейчас конец августа. Будем проезжать магазины, ЭЗСки. Я обязательно попробую рассчитаться картой МИР. Вам об этом расскажу. Получилось у меня это сделать или нет. Во время нашей поездки из Владивостока в Челябинск мы заезжали в Монголию. Пробовали там рассчитываться картой МИР. Там она тоже не работает. Карта Тинькофф также не работает в Монголии. Ну и на тот момент, когда мы были в Казахстане в начале лета, рассчитаться ей тоже не могли. Многие писали нам комментарии, что мы мучаем детей, берем с собой их в такие дальние путешествия. У нас дети очень любят путешествовать. И для них это каждый раз что-то новое. После путешествия дети больше получают развитие, узнают что-то нового. И то, что мы там ночевали в палатках, это было настолько интересно. Даже вот нам писали, вот почему вы не мылись в душ, не заезжали нигде, мылись на речках. Вот если мы бы заезжали каждый раз где-то в придорожную гостиницу, помыться в душ, и нам бы и вспомнить, и было бы нечего. Ну переночевали, допустим, как раньше мы ездили, переночевали в гостинице. Все, больше вспомнить нечего. А так, когда мы ночуем в палатках, моемся на речке, стираем вещи на речке, это вот такая вот изюминка путешествия, о которой мы будем вспоминать долгое время. И дети получат такой вот опыт, опыт путешествий в дальнейшем, в будущем. Я думаю, они также будут путешествовать со своей семьей. Еще до открытия канала мы старались путешествовать. Конечно, вот когда жили в Казахстане, не всегда это у нас получалось. После того, как переехали в Россию, почему-то начали больше ездить куда-то. Открыть канал идея появилась не сразу. Только год тому назад. До открытия канала мы ездили на машине в Грузию, на Кавказе были, в Грозном были, в Крым ездили. И так были небольшие такие поездки возле Челябинска. Сегодня прям утром очень оживленное движение на трассе, хотя время 6.40. Я думала, еще все спать будут. Границу по возможности надо проходить рано утром, потому что днем там большая очередь. Мы всегда стараемся пораньше выезжать. За час мы добрались до Южного Уральска. До границы остается еще чуть-чуть. Город уже проснулся. Люди на работу спешат. Одни мы бездельники катаемся. До Троицка 43 километра. До Кустаная 255. На границе еще придется постоять какое-то время. Самое минимальное время, это мы как-то границу прошли за 40 минут. Это был рекорд. Но так, если машин немного, за час можно пройти. Мы уже подъезжаем. Как обычно, очередь из фур. Но для легковых своя полоса. Легковые тоже есть. Мы как-то попадали так, что самые первые были. Перед нами, наверное, машин 10 точно. Границу мы прошли за час. Хотя я, конечно, ожидала, что будет дольше, потому что людей было очень много. И судя того, что раннее утро, видать, не одни мы такие умные, все решили переходить с утра. Обязательно заедем в Корабалык. Покажу вам актуальный курс валюты. Но он, конечно, будет не прям такой, актуальный, потому что видео будет выложено с опозданием. Ну, приблизительно. Ориентироваться будем сегодня по этому курсу. Если продуктовый получится заехать, заедем цены на продукты, посмотрим. Вот у меня уже тут пассажир вылез с заднего ряда. Да-да-да, сейчас будет тут мне порядок наводить. Так, стоять долго не будем. Поедем дальше. Кто не знает, вот можно здесь купить страховку. Уже когда выезжаете с России на казахстанской стороне, а также обменять деньги. Вот обменник находится с другой стороны через дорогу. Но мы обычно в Корабалыке останавливаемся. На выезде из Казахстана большая очередь. Фур длиннющая прям. Не знаю, там даже не видно, где она заканчивается. По страховке многие спрашивают. В общем, получается, минимально на 10 дней делается по стоимости примерно где-то полторы тысячи рублей. Там все зависит от вашего стажа, от объема двигателя. У нас она на год, поэтому мы ее не делаем постоянно при въезде. Заезжаем в Корабалык. Еще нам надо будет здесь магазин продуктовый поискать. а то мы случайно забыли молоко дома. Теперь у нас платоша капризничает. Мы его с собой налили в бутылочку, а пачку с молоком еще дома оставили. Так-то обычно мы с собой берем в дорогу. Нужно будет еще сейчас заправиться. На Мунай мы заправляемся. Здесь сразу вот обменник. Ну, чтобы далеко не ездить нам. Что-то мы проедем, не проедем. И проедем, да. Еще вверх кинозеркли сколько-то много, да? Цены на бензин 95-й, 224-й, 92-й, 182-й, ДТ-260-й. Карта МИР не работает. Тинькофф тоже не работает. Проверено. Курс валюты евро 458-472. Рубль 7,25-7,40. Доллар 458-472. В Карабалык заехали немного вот, получается, в первый магазин купили молока. Дальше заезжать не стали, время терять. Планируем по Кустанаю немного погулять же. По кустанайским магазинам, вернее. в Карабалыке дорогу ремонтируют. В Карабалыке дорогу ремонтируют. И дыры были и дыры были такие, и дыры были такие вот, что можно было колесом заскочить. Я не говорю, что прямо на этом участке. Ну, встречались. За Кустанаем вот. Там были такие вот некачественные дороги. в этом году, вот мы в июле, когда уезжали с Казахстана, там, где Новонеженко, асфальт был срезан. И вот здесь вот, смотрю, в плане того, что начали ремонтировать дороги. Дороги начали ремонтировать, это уже радует. Федоровка. По трассе много не снимаем, мы этим маршрутом ездим постоянно. Если кому интересно, можете посмотреть наши старые видео. В принципе, ничего не меняется. Но дорогу ремонтируют. заезжаем в Кустанай. Вот мы едем и думаем, наверное, сходим куда-нибудь в кафе покушаем. А потом уже поедем, погуляем по магазинам. Нам посоветовали магазин Плаза туда съездить, посмотреть верхнюю одежду. Раньше мы, когда жили в Казахстане, всегда ездили одеваться на Наримановский рынок. Там очень был большой выбор, и цены были недорогие. Но сейчас рынок опустел. Года два тому назад заезжали. Практически уже нету тех отделов, в которых мы одевались. Видимо, в основном все по магазинам разошлись. Может, кто-то закрылся. Обычно мы всегда направо поворачивали. Это мы проедем прямо. Будем заезжать в город. Сейчас планируем поехать в кафе «Золотая рыбка». Раньше, когда мы приезжали в Кустанай, часто заезжали, обедали там. Раньше вкусно кормили. Сейчас не знаю. Проверим. Изменилось ли за несколько лет или нет. Но даже если вот мы всегда сейчас приезжаем в Кустанай, мы в город не заезжаем, всегда по объездной через Астыгжан и уже туда на выезд к себе. Сегодня решили посетить то кафе. Уже не один раз слышала, что с Казахстана пригоняют машины в Россию. Вот если кого-то интересует, есть сайт «Колеса Кейзет». И в салоне можно новую купить. Кустанай всегда было чисто, ухожено, цветов много. Вот даже сейчас при въезде здесь видно, что ухаживают за клумбами. Оказывается, магазин, который нам нужен, он здесь находится. Мы проехали магазин «Плаза». Но вернемся туда. Лучше съездим в центр, покушаем, потому что там, я думаю, скорее всего, фудкорты только будут в торговом центре. Мы хотели в нормальном кафе покушать. Вот это улица Алтенсарина. Много магазинов. Мы раньше здесь и мебель покупали. Вот здесь, по-моему, только вот и есть мебельные магазины. Вот диваны. Даже не помню, в каком магазине, но, наверное, где-то здесь покупали мы свой диван. Ну, который, правда, уже продали. Здесь городской парк недалеко. Ну, кафешка находится в центре. Рядом с ЦУМом находится и Март, торговый центр. Нашли парковочку здесь недалеко. Сначала думали, возле ЦУМа припаркуемся, ну, и здесь была. Работает кафе. Летники у них есть. Вот у них перемены, новое меню. Меню, правда, я не помню, какое раньше было, ну, что-нибудь сейчас выберем вкусненькое покушать. Ну, раньше из горячих блюд вроде бы как было побольше выбору. Я поду пасту карбонара. Есть детское меню. Заказали вот такие два авторских лимонада. Этот с лавандой, со смородиной. Этот у нас чем? Ну, наверное, апельсин. Тропик называется. Вкусные? Платону принесли пельмени. Моя паста карбонара. А у тебя какая? Я не помню. Не помнишь название? Она французского, наверное. Я тоже чуть не помню. Приятного нам аппетита. Да, слава. У нас вышло 8 140 на рубли. Это 1122 рубля. Вернулись мы в магазин Кустанай Плаза. Сейчас пойдем походим, посмотрим. Есть у них также Астыгжан супермаркет, в который мы всегда заезжаем, но это только другой такой же магазин. Большой торговый центр. Сначала посмотрим на втором этаже. Нам подсказали здесь отдельные бучки, не сетевые. Там посмотрим. Если не будет, тогда уже, может быть, в сетевые глянем. Поднялись на второй этаж. Магазин Твое. Мы идем в магазин Стояна. Рекомендовали там посмотреть. Тренчи здесь висят, но по стоимости 22 тысячи. Вот такой цвет. Такого плана. Длины у меня не было. Все более короткое. Пиджаки вот такие вот по 15 тысяч тенге. коротенькие. Эти удлиненные. 22 тысячи. Рубашки. Цветные вот такие, по 6500. Пойдем поищем. Вообще, я хотела немного что-то теплее. Посмотрим другие отделы. Зашли в магазин Твое. Ну, здесь вот смотрим. Просто распродажа. 2 плюс 1 равно 4. Вот тут от 3 590. Ну, я думаю, что тут, скорее всего, цены скировочные такие же, как и у нас. Я как-то в таком магазине никогда ничего не покупаю. Почему-то то ли мне не подходит, то ли не в тот магазин в Челябинске я захожу. зашли просто ради интереса глянуть. Детский магазин Кари. Заходить не будем. Вот нашла бордовый. 15 тысяч. Цвет не мой. Ну, такой 19. Ну, ткань поплотнее уже. Ну, это, скорее всего, я думаю, бешкек шьет. По этикеточкам вижу. Ну, это тоже, к сожалению, цвет не мой. Так, здесь перемешку вот шоурумы и сетевые. Раньше, помню, зайдешь на Наримановку в один бутик, оденешься, выйдешь, и все нравится, все подходит. Тут уже ходишь, ходишь, не знаешь, кому подойти. На рынке раньше много турецких вещей было. Может, где-то, конечно, и сейчас есть, но это надо искать. Если бы мы здесь, допустим, хотя бы находились, то тогда еще можно было бы что-то прикупить. такой вот темно-зеленый 25 под кожзам. Ну, кожзам большеватый. Ну, хотя цвет я хотела что-нибудь более поярче. Вот такая вот курточка, но она более будет все под нее только под брючки одевать. А под брюки у меня есть куртка. А, она уже на пуху? Да. Она 40 тысяч. Утепленная. Идем, думаю, что-то тут так пахнет хлоркой, а тут оказывается термопарк. Горячие бассейны. Зайдем в вайкики, посмотрим, что тут интересного есть. Отдел большой. Футболки вот от 3,290. Верхнюю одежду не вижу. Видимо, еще не сезон. В вайкики я люблю пижамы. 9 тысяч тенге. 10. Да, да все то же самое. Все такие же цены будут. Как и у нас. Нашли тренчи, но они тоненькие. На Урале только летом можно таки ходить. Холодает быстро. Вот еще один шоурум в тренде называется. К него заглянем. Здесь из верхней тоже вот то, что есть. Точно не мой вариант. Костюм вот у кого понравился. Цвет намного ярче, красивее. 36 тысяч. Решили время не терять. Лучше поедем, а то нам еще 300 километров ехать. В сетевые магазины, в принципе, я и в Челябинске схожу. То, что я искала, я здесь не нашла. Может, потом, когда будем уезжать, получится куда-то в другой магазинчик заехать. Возможно, может, лучше в ЦУМе будет посмотреть что-то из верхней одежды. О, дождик пошел. Мы вышли на улицу. Но уже не сегодня, потому что ехать еще где-то 34 нам. Так что, может, потом, когда будем уезжать, еще заедем в ЦУМ. Посмотрели цены, сделали выводы, что особо стоимость не отличается даже хоть по курсу, который сейчас, как говорят, выгодно для россиян ехать за покупками. Может быть, на какие-то другие товары будет более выгодная цена. Ну, на одежду, в принципе, я вот посчитала, тот же тренч стоит, у нас можно купить его за 3000 в шоуруме. Также он и здесь стоит 3000 по нынешнему курсу. А если курс был бы ниже, допустим, хотя бы около 6, да, то тогда бы здесь намного цена была бы дороже. Вот так вот. В Челябинске тогда дешевле бы выходило. Будем выезжать. Впереди у нас еще 300 километров. Следующая остановка у нас будет в ауле Коли на заправке. Не доезжая на Вонеженке, ремонт еще продолжается. Знак стоял, что 27 километров. Рабочих что-то не видно. Большой участок от сальта срезан. Рабочих тут не наблюдается. Зато идет уборка полным ходом. Частично как-то положен асфальт. Сейчас вот выехали на новый асфальт. Там кусок нового был постелен за нами. Между ними срезанный. Обычно едешь по этой трассе. Машин практически мало. Но сегодня мы вот что с Россией выезжали от Челябинска до границы. было прям плотное движение. Хотя рано утром было. Здесь тоже вот едем. Машин много. Еще Камазы идут медленно. Может уж уборка началась. Все вот так вот выехали. Обычно я всегда в видео рассказываю, что дорога здесь не загружена. Особо и обгонять порой некого на трассе. Сегодня вот все иначе. Новонеженко здесь обычно часто останавливаются фуры гостиницы душ в июле проезжали. Озера стояли полные воды. Сейчас высохло. Солевые озера. Сейчас как по традиции мой любимый участок дороги. Я об этом в каждом видео говорю. А кто не знает почему я люблю этот участок дороги можете написать ваши варианты в комментариях. А кто знает можете тоже написать. Ауле Коль обычно здесь мы всегда заправляемся. Заправляться будем здесь. 92 180 95 212 ДТ 260 народу да много тут здесь и магазин есть и туалет внутри есть очень удобно здесь останавливаться заправились народу очень много пришлось долго простоять а ветер какой сильный поднялся на улице нам еще ехать 190 километров поэтому заправок там уже не будет буквально перед если он будет заправка только в Октябрьском и все поэтому мы всегда здесь заправляемся дальше уже там Есиль от Басар дальше по трассе до Нур-Султана есть заправки ну вот у нас спалил дождь ветер сильный от от новонеженки отъехали где-то километров 70 вот появились рабочие укатывают асфальт мы заехали в Октябрьский бешеный ветер прекратился дождик прошел зато свежо так стало нам еще 60 километров остается ехать вот только сказала что в Казахстане с авсодомом ездит речушка на которой мы купались да чуть-чуть осталось несколько километров заезжаем в Есиль уже темно сегодня мы измотались нам еще моргнули видать гаишники стоят там измотались сегодня то что видать еще в Кустанае вот это побегали опять же сегодня рано я проснулась 4 утра уже Платоша устал ехать хотя с остановками подписывайтесь на канал кто не подписан всем спасибо большое за просмотр стараемся комментарии все читать по возможности на все ответить всем хорошего настроения до новых встреч себя уж не буду показывать темно потому что слишком уже пока пока Субтитры подогнал «Симон»